утро ноябрьское ноябрьское утро в израиле идет война со злом в израиле идет война со злом в украине идет война в общем войны это войны это ужасно это зло никто не думал что мы будем видеть войну и прямо мы видим что вы идут идут воды хотя вам так скажу что вот если нет войны внешней да то всегда есть войны внутренние сколько людей разводятся сколько людей и воюют прям за детей за это сколько людей находятся в конфликтах каких-то до в судах то есть люди воюют и получается так что или война идет внешняя такая да между странами тогда это видно это выходит наружу вот то как нарыв такой до нарыв внутреннего зла потому что казалось бы да мы живем в мире полном ресурсов живи работой зарабатывай в еда вода электричество ну то есть условия жизни улучшились вообще живи радуйся нет вот это вот людское зло она заставляет людей забирать друга друга грабить и так далее очень очень это просто войны они показывают когда уровень вот этого гноя внутреннего до внутреннего зла он вырастает он вырастает то бах происходит прорыв такой да и и давайте мы молимся мы наоборот мы создаем сейчас такое прямо светлое облако света облака света облака добра внутри себя и по отношению друг другу по отношению к миру и вот это вот облака добра но все равно всем управляет всевышний всем управляет всевышний вот чем дольше я живу тем больше я понимаю что насколько человек вообще не знает что будет с ним через минуту через две через три человек делает какие-то действия но в итоге результат зависит только от всевышнего и поэтому наши с вами уроки торы и воикра это прям спасение мира мы сейчас спасаем мир потому что в итоге все равно каждый из нас вкладывает в общую структуру мироздания вкладывает какой-то месседж такой да мы всевышнего все шлем сигналы и вот мы шлем сигналы всевышний останови войны пусть злодеи которые хотят воевать пусть они это зло прям на них же и обрушится добрые хорошие люди пускай женятся пускай радуются пускай улыбаются друг другу пускай делают много добра вот этот наша месседж такой да очень важный и сегодня у нас продолжение урока действительно открывает всевышний нам такие такие тайны мироздания через книгу равшала маруша что просто вообще невероятно я вам скажу так что тот кто удостоился от всевышнего слушать это изучать это подарок от всевышнего огромный подарок от всевышнего потому что эта книга например у меня лежала лет пять наверное точно и я ее и просматривал и читал и открывал иногда когда было на душе не очень открывал но не изучал не вникал сейчас я действительно для меня открывается совершенно новый уровень вообще восприятия близости ко всевышнему это удивительно теперь сегодня нам рассказали пять принципов по которым работает благодарность и почему именно благодарность она производит невероятный эффект можно сказать чудо да то есть прошлый наш был урок это пять принципам по которым работает благодарность и которые являются причиной спасения если человеку реально плохо и у него плохая ситуация у него проблема сложность и он благодарит то 55 законов как бы вчера мы узнали по которым ему приходит спасение а сегодня он шаломаруш открывает нам еще один как бы глубинный такой закон главный принцип он это называет сейчас говорить я вам открою но в начале он начинает так значит только покончив с неблагодарностью человек может избавиться от также от любых депрессий он говорит если покончить с неблагодарностью а стать благодарным то не будет никаких депрессий если человек благодарит всевышнего за все и благо ищет за что сказать спасибо значит благодарит даже если все идет не по его желанию как же он может впасть в уныние он не может пасть в уныние у него тогда будет очень очень позитивный внутренний настрой но неблагодарный человек как только что-то происходит против его воли впадают в глубокую депрессию почему он фокусируется на том чего ему не хватает в мелочах и тем более если это значительное и забывает обо всех благах данных ему всевышним и впадает в уныние и начинается у него внутреннее нытье и он сам себя сжирает своим нытьем доводит до депрессии и реально тогда у него все плохо теперь мало этого что как только он считает что всевышний к нему несправедлив то он на себя пробуждает еще и это называется на иврите деним что он пробуждает на себя суд ты говоришь что всевышний несправедлив тогда на тебя сразу же начинается суд а посмотреть действительно ли а у нас вы знаете я вот там мельком видео одну сегодня ну просто перечисления есть истории 36 31 или 32 по моему 31 или 32 заповеди запрещающий за которые положено вообще отсечение души или преждевременная смерть и человек который говорит всевышний вот и несправедлив а его проверяют а у него может там такой список вообще которого делал понятно да то есть нытье это но только усугубляет всегда ситуацию человека а благодарность всевышнего мы узнали пять принципов по которым приходит спасение четко прям четко было расписано прошлый урок посмотрите теперь дальше во всей теме благодарения есть один принципиальный момент без понимания которого человек не сможет идти путем благодарения и вот сейчас он говорит с божьей помощью я сейчас попытаюсь прояснить этот момент принцип главный принцип и действительно это сейчас мы узнаем очень глубокая идея вот сосредоточьтесь какой же главное из принцип без которого человек не может понять вообще идею благодарения говорит давайте вспомним первого кто получил имя израиль яков якова вину про отец яков который получил имя израиль когда он боролся с ангелом и победил значит яков ему его папа и цхак повелел чтобы он пошел в дом брата своей матери лавана и взял себе оттуда жену и рифка его мама сказала иди к моему брату иди значит возьми там жену то есть и папа и мама дали ему заповедь иди значит возьми жену а он должен слушаться папой маму потому что служат за папой мамой это одна из главных заповедей на скрижалях прямо написано почитай папу и маму и за что продлятся твои дни и заповедь когда ты выполняешь что есть отдельная защита от всевышнего есть такой закон что тот кто занимается выполнением заповедей тому не будет вреда поэтому очень важно заниматься все время выполнением какой-то заповеди теперь дальше выходит он из дома засыпает и снится ему лестница в небо ангелы поднимаются ангелы спускаются и всевышний ему во сне говорит и вот я с тобою и сохраню тебя везде куда ты не пойдешь и возвращу тебя в землю эту ибо я не оставлю тебя пока не сделаю того что я сказал тебе таким образом яков отправился в путь исполняя заповедь почитания родителей и сохранной грамоты от всевышнего то есть мы еще всевышний конкретно пообещал что он будет его защищать что происходит дальше следующая серия сериала якова он проснулся выходит в путь его догоняет его племянник сын его брата исава или фас и говорит мне папа сказал тебя убить папа послал тебя убить такой когда те знаете сын кадырова такой вот это наверное такой же был или фас догоняет его и говорит все дядя убью сейчас тебя яков ему говорит я же твой дядя я же тебя вырастил ты же учил тору я тебя обучал торе ну как же так и ты убьешь меня или фас ему говорит а что ты мне предлагаешь у меня же отец сказал убить тебя должен тебя убить яков ему тогда говорит и выход есть есть такой принцип что бедные как мертвые то есть если ты полностью тебя ничего нету вот вообще ничего нету то тогда ты как будто бы мертвый и он ему говорит все забираю вот тебе все есть медра что он остался голый в речке вот так вот без вообще без ничего 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 не осталось даже одежды или фас забрал одежду и принес отцу чтобы показать что все его догнал убил вот своего одежда всего вещи все все деньги которые ему дали родители чтобы он пришел и мог жениться все или вас так и сделал отбрал якова все деньги оставил его абсолютно нищим есть известный псалом что ширла молод песня для восхождения и сайна или арим подниму глаза горам мы они его изри откуда же придет мне спасение изри это помощь а еще изри эзер кинэгдо это помощник помощниц придет не помощь это жена помощница да это яков как раз после того как он сидел в речке он говорит песня восхождение куда же дальше то ну все только вверх то есть уже ниже некуда падать то есть я голый нету одежды нету денег ничего нету все нулевая точка уже ниже падать некуда яма и он говорит откуда же придет мне спасение и сам же отвечает в этом псалме и зрима и машем по спасение мне помощница мне жена от бога а сэша маем варес который сделал небо и землю а летение номерах леха то есть он говорит бог разберется и вот задает раф шаломар уж вопрос он говорит а где защита о которой говорил всевышний бог ему пообещал я сохраню тебя везде куда ты не пойдешь где заслуга почитания родителей где папой мама он выполнял заповедь шел в пути так что ж такое здесь получается где справедливость почему не сработала защита защита всевышнего это мы можем задать такой вопрос яков про отец наш остался твердым вере и он даже он даже вопрос такой не задал он принял значит управление всевышнего всецело и с любовью хотя он не понимал но верил что все к лучшему значит дальше добирается он до своего дяди лавана брат мамы встречает рахель в которую он возле колодца который он сразу полюбил и но он же приходит нищий без денег глава нам говорит можешь у меня пожить но поработай пастухом он работает потом он говорит а можно я хочу жениться на рахеле тот говорит семь лет надо отработать за рахель он работает за нее 7 лет потом вместо нее дают ему в жены лею он за нее тоже должен отработать 7 лет хотя он вообще не хотел на ней жениться ни разу нигде не написано нет никаких преданий что яков где-то хотя бы хоть чуть-чуть возмутился против всевышнего он все время спасибо спасибо всевышнему все спасибо разве он роптал на творца спрашивает рафшал маруш нет и нет он принял все это с любовью веря что все во благо теперь он говорит следующую вещь как это все работает если мы уже знаем как конец истории мы знаем что после этого он 22 года он прожил у лавана семь лет он отработал за одну жену семь лет за другую семь лет за скотт за и так далее и потом со всем этим богатством с четырьмя женами с 11 детьми он возвращается уже в израиль к родителям 22 года теперь прошло 22 года и даже через 22 года когда он возвращался и сам его родной брат который а очень на него гневался на якова за то что яков получил благословение от ицхака которое было было главное благословение получил яков он вышел 400 человеками его убивать навстречу но яков молился яков послал ему подарки яков значит тоже приготовился к войне и мы знаем что в итоге сава обнял якова поцеловал его и значит сказал мы братья эти люблю все но это прошло 22 года говорит равшалом маруш что если бы яков задал вопрос где твоя защита то он бы он бы пробудил бы на себя суд он говорит яков не задал такой вопрос потому что у всевышнего свои расчеты и вот здесь именно заложен тот принцип о котором я говорю говорит он чтобы получить веру настоящую человек должен знать что он не может понять всевышнего то есть если значит вера и понимание это разные вещи и вот вера во всевышнего его милосердия она именно в моменты когда ты не понимаешь всевышнего когда не сходится у тебя твое понимание что он должен для тебя хорошего сделать с тем что ты получаешь и вот именно в эти моменты происходит испытание веры и испытание настоящей благодарности дальше он приводит что бог еще маша рабы но сказал что не можете вы понять меня не можете вы понять мои расчеты только по итогу вы можете понять его как бы посмотрев на цепочку событий которые привели вы можете что-то понять со спины этого он может сказал что ты меня можешь увидеть со спины и он говорит такую вещь если бы человек понимал всевышнего не было бы испытаний испытание выбор значимы лишь тогда когда с точки зрения разума происходит нечто плохое значит бога никто не может понять и основной принцип на котором вообще вся система работает держится вера что в момент испытания невозможно постичь что она к лучшему наоборот разум подсказывает что дела очень плохи поэтому не пытайтесь сейчас испытания убедить себя разумными доводами что все к лучшему поскольку это невозможно нужно лишь верить что все к лучшему даже если исходя из здравого смысла происходит нечто плохое теперь и как это работает с точки зрения логики смотрите вот человек с ним по его логике происходит что-то плохое логично было бы сказать это плохо и когда ты веришь что это плохо да когда ты веришь что ну нет вариантов это плохо все проехали то ты тогда погружаешься в это плохо и оно становится твоей реальностью у тебя нет другой реальности если ты говоришь а я верю вот это это выглядит как плохо но я верю что всевышний делает только хорошо это идет против логики это идет против законов природы это идет против формальной какой-то системы по которой работает этот мир именно в этот момент когда она идет против формальной системы включается чудо то есть все идет в этом мире мера за меру то есть если ты идешь по системе что все плохо да все плохо и всевышний о чем должен включать тебя для тебя какое-то чудо или но если ты смотришь и говоришь все плохо но я верю что творец мироздания бог он он хочет только добра это бесконечное добро это добро и я не понимаю как вот это превратится в добро я не понимаю но я верю в этот момент включается точно такая же как у тебя иррациональная вера как твоя вера она без рационального вот этого вот составляющего включается нерациональная там квантовая не другая другая система управления по которой вдруг тебе приходит чудо то есть все очень очень четко все понятно да теперь откуда мы видим эту историю мы видим эту историю из царь хисиягу когда к нему пришел пророк и шаялу и сказал ему ты умрешь и не будешь жить царь хисиягу спросил почему он говорит ты не выполнил заповедь плодитесь размножайтесь он говорит но я же видел что у меня сын будет злодеем а он ему говорит а тебе не надо решать вопрос всевышнего это его мир ты его понять не можешь ты должен выполнять то что ты должен выполнять заповедь а всевышний со своим миром разберется и он тогда говорит все я понял свою ошибку то есть я должен просто верить и выполнять заповедь и выполнять заповедь даже если я вижу что что-то будет не то и когда царь хисиягу ему говорит дай мне свою дочку в жены тот говорит все уже уже постановление вынесено ты умрешь и не будешь жить у тебя все тебя нет а он говорит останавливая свое пророчество и говорит я получил из дома своего отца от царя давида что даже если острый меч лежит на шее не переставай верить в милосердие всевышнего и он повернулся к стене начал молиться начал молиться и что выздоровел женился на дочке пророка и шая у родилась у него два сына прожил после этого 15 лет то есть мы видим что есть в табах еще несколько историй про оживление из мертвых как и шашу на мин пришла к пророку и лишь и то есть мы видим что вера которая не выше рационального мышления она дает чудеса рациональная когда ты говоришь да всевышний такой же умный как я она дает тебе твою рациональную жизнь твои результаты твои кто-то лучше кто-то хуже но все последствия того как ты думаешь и как ты выбираешь хорошо значит интересно очень сегодня была такая да принцип мы поняли что такое настоящий выбор и как работает сверх рациональная над рациональная вера в добро всевышнего в его в его только добро которое от него идет и в момент когда тебе кажется что все плохо а ты веришь что ты включаешь вот эту вот волшебную волшебную силу чудо и 32 на сегодня урок в книге 30 урок книги равзеля каплистина gratitude for encouragement значит благодарность за вдохновение вдохновение благодарна за вдохновение здесь он пишет такую интересную вещь что в чек может благодарить за то что кто-то его за намерение его вдохновить то есть у каждого из нас в на протяжении нашей жизни нам встречались разные люди и были люди которые я помню в учителя у тебя же вспомнил учителя я учился в спорт интернате и это был у нас преподаватель физики он такой приходил открывал газету и говорит вы же спортсмены все равно тупые ну хоть сидите тихо вообще занимайтесь своими делами вам поставлю зачет но вы все равно тупые и значит читал свою там газету какой-то была я помню у меня учительница одна она мне говорила в школе еще в петлю в первых классах в ранних начальных классах она говорила и звали дэна моисеевна ваншентер дэна моисеевна ваншентер учительница русского языка и она говоря вот и пентусевич ты лидер но говорит вот в какую сторону ты будешь лидером или в сторону добра или в сторону зла это твой выбор вот правда она сравнивала что ты будешь лидер добра как сталин а лидер зла как дитлер вот она стран почему-то для нее станет это был символом добра тоже странный выбор вот не ленин ленин не стали ленин она ленина называла добром а дитлера злом мне кажется что они оба оба зло хорошо значит он говорит здесь так говорит те люди которые нас вдохновляют они могут оказать совершенно невероятное влияние на жизнь человека и дальше он переводит это больше как бы поблагодарить тех кто тебя вдохновляли вспомнить их поблагодарить но он говорит что лучшей будет благодарностью для них это начать вдохновлять людей которые вокруг тебя интересно что я нашел здесь мой главный вообще лозунг это даже зарегистрированная торговая марка я знаю ты можешь то есть это у меня прямо мой лозунг с первого дня как я начал обучать я знаю ты можешь это мой девиз такой торговая марка оранжевый такой кубик и белыми буквами написано сна и ты можешь и тут он пишет значит сам он сам он told me that a phrase would run through his mind quite frequently он говорит один человек сказал мне что одна фраза она пробегает через его майн через его интеллект очень часто it was you can do it ты можешь сделать это то есть человек может вдохновлять себя до побуждать себя к действию фраза я знаю ты можешь это то что я когда-то делал для себя и потом для других людей тоже эту фразу я сказал это очень сильная фраза если она у тебя звучит в мозгу и тебе говорит ты можешь ты можешь ты можешь ты делаешь и у тебя есть результаты какие-то теперь в но когда ты побуждаешь других действию это тоже это тоже огромное дело и вот он в конце побуждают к этому делу. Такой сегодня был урок от Равзелига Плистина. Благодарить людей за encouragement, за вдохновение. Хорошо, дорогие друзья, значит, мы сегодня хорошо позанимались. Мы хорошо позанимались, поняли главный принцип, что действительно испытание, наиверите, испытание это не сайон. Не сайон это то, что тебя может поднять, массаид это как бы грузовик, то, что может тебя поднять. Но именно каждое испытание, оно в тот момент и становится испытанием, когда ты в опасности, как кризис в китайском языке записывается двумя иероглифами. Один опасность, второй благоприятная возможность. И получается, что вот именно в момент, когда нехорошо, надо верить и говорить Всевышнему, спасибо тебе Всевышний за это. Я верю, что все будет хорошо, что все в лучшем, что ты меня любишь. И вот эти испытания, они включают совершенно такой сверхрациональный уровень подъема. Все, всем вам тоже огромное спасибо, очень вам благодарен за эти уроки. Уроки, меня лично, они очень вдохновляют, усиливают и прямо вообще благодарность эта тема. Эта тема, это главная тема, и она поэтому, она вроде бы на поверхности, но это такое сокровище, которое вроде на поверхности, и ты его поэтому не замечаешь. То есть это и есть главная связь со Всевышним прославлением. Интересно, что псалмы начинаются. Ашры, аиш, ашерулалак, байцад, решаим. Счастлив человек, да? Вот этот момент счастья, это важнейшая вещь. Счастье это следствие благодарности, они как вместе идут. Поэтому всем удачи, успехов. Понимание это первый шаг. Второй шаг это выполнение. Делаем действия. 100 благодарностей в день. Поднимите предыдущий урок и вспомните, за что благодарить, как. Очень сильная вещь, это для меня лично, самый, самый практичным инструментом из того, что мы учили, является напоминание. Когда ты видишь, что что-то происходит плохое, ты можешь благодарить Всевышнего, что, например, у тебя что-то не получается. И ты говоришь спасибо тебе за все те разы, которые до этого получались. То есть, то, что сейчас не получается, это повод вспомнить, что у тебя раньше получалось, и поблагодарив за это Всевышнего, попробовать еще раз. Если у кого-то ты видишь, не дай бог, что-то плохое, да, и ты говоришь, господи, так жалко этого человека, как бы ему помочь. И тут же ты можешь внутри сказать спасибо Всевышнему, что я бы мог тоже быть на его месте. Мы все люди. То есть, ну спасибо тебе, что ты мне не даешь такие испытания, да. То есть, вот эти вот ремайндерс, напоминалочки, да, Всевышний все время нам шлет напоминалки, чтобы быть благодарными. А уже быть или не быть, это выбор. Все, удачи, успехов всех. Я верю, что Всевышний все хочет нам только добра. Все, что происходит сейчас, все к лучшему. И с Божьей помощью будет у всех все хорошо. У всех добрых, хороших людей будет все хорошо. А злые люди, Всевышний знает, как со злыми людьми работать. И со злыми людьми он все им... Они и так живут во зле, в страхе, в нытье. То есть, злой человек, он же все время гниет изнутри, он гнилой. Вот все вот эти вот злые люди, которые прям убийцы, маньяти и так далее, они гнилые, уже у них внутри эта боль. Но чтобы Всевышний не дал им повредить добрым, хорошим людям. Вот это вот очень важная вещь, о которой мы молимся. Все, всем удачи, успехов, до завтра. До завтра.